Так случилось, что в 45 лет назад, после окончания седьмого класса, Люба покинула родную Украину, свою малую родину, городок Ульяновка. Юная Богач стала студенткой музыкального училища, в 18 лет поменяла фамилию и уехала в Подмосковье, следом за мужем, призванным на срочную службу. Так и осталось в наших краях навсегда. За долгие годы Любовь никогда не забывала родителей, младших сестер Веру и Надю всегда старалась помочь, и они отвечали взаимностью старшей сестре. Я счастлива, я очень счастлива, потому что у меня еще мамочка моя жива, которую я очень-очень люблю и очень жду. Сестра у меня одна в Донецке, а другая сестра под Одессой на родине. И вот как мы здесь соберемся сейчас, и мама будет, это так трогательно, это так трепетно. Я каждый день вот сейчас просто ложусь с этой мыслью и думаю, господи, ну как, вот это же должно быть одно целое, вера, надежда, любовь. На предстоящие 60-летие Терещенко решила пригласить всех родных. Их много проживают в разных краях Украины. У самой ювеляршей трое взрослых детей и четверо внуков. Не счесть друзей, коллег по цеху. Торжество получилось ярким, уникальным в русскую речь, органично вплеталась украинская мова и песня. Приехали 10 человек разных возрастов. Мамочка Антонина Романна артистически вписалась в сценарий Деда Мороза и Снегурочки. Антонину Романну в дороге из Киева в Москву сопровождала дочка Надя. Вера с вноком приехали из Донбасса. Дорога хорошо, нормально. Через каждое 2-3 часа и нам проверяли документы. Паспорт писали, писали, все. Но так все нормально, тихо. Все хорошо. Мы переживали, страдали, боялись. Но все-таки мы вырушили и доехали. Все было отлично, спокойненько, люди такие доброжелательные. Все ехали, все в автобусе как-то были такие сплоченные. Вот мы автобусом ехали, все, дорога отличная была. Доехали хорошо. Поездом ехали. Ну, тоже все хорошо, все нормально. Украинцы приехали не с пустыми руками. Накрыли столик с украинскими деликатесами. Написали приглашение, заходи, если шо. Традиционного общего стола с закусками, горячими блюдами, крепким алкоголем не было. Зато много было песен, плясок, шуток и шампанское лилось рекой. Главным местом действия стала сцена. Самым неожиданным подарком для виновницы торжества стал сюрприз мужа и сына. Ее портрет и ода любви. На проведение шумного праздника в день рождественского поста организаторы получили благословение у священника Ильи. Галина Поликарпова, Леонид Бурдин, телекомпания «Авенцово».